Я, учась в университете, был одним из комсомольских лидеров, комсоргом, не помню группы, потока, курса, не помню чего. Меня тогда удивляло одно утверждение, которое я очень часто слышал из устарших товарищей, как тогда это говорили, что комсомольцы сами себе устраивают проблемы и сами эти проблемы самоотверженно разрешают. Я тогда на самом деле не понимал смысла этой фразы. Я думал, что это насмешка на самом деле, а вот сейчас с высоты своих прожитых лет, мне кажется, что это все-таки не насмешка, это суть. Вот представьте себе, вы ничего не умеете, вы ничего не умеете, ничего не знаете, делать ничего не можете, но вы хотите, ну, а быть нужным. Нужным, причем это не обязательно с финансовой точки зрения, нужен это многих удовлетворяет даже то, что их слушают, что к ним есть какое-то внимание, к их персоне. Ну и второе, конечно же, зарабатывать много денег. Что вы начинаете делать? Вы прежде всего придумываете сценарий некой театральной постановки. Такой постановки, в результате которой на вас обращены взоры, как на человека, который пришел и все решил, все эти проблемы. Вот для того, чтобы стать человеком, который решает проблемы, надо сначала эти проблемы создать. Причем неважно, это проблемы могут быть нереальные, это могут быть проблемы виртуальные. Вот представьте себе ковид. Представьте себе ужас и страх. Появляется отважный представитель правительства, который одним решением смещает проблему на задний план и вырубает этому монстру все головы. Понятно, что такой правитель вызывает уважение. В таком правительстве мы готовы отдавать свои налоги. Или момент еще более интересный. Давайте завернем какую-то войнушку, и наше правительство будет самоотверженно бороться за мир во всем мире. На самом деле, то, что мы видим сейчас, это совсем простыми словами, это кучка ребят, которые придумали глобальные проблемы и пытаются быть официальными решалами этих проблем. За счет этого они окружены заботой, финансовым благополучием и, в общем-то, отделены от народа. Вот что такое нынешнее понимание управления, нынешнее понимание государства. Соответственно, если честно, то мы должны задуматься, а нужны ли нам такие ребята в принципе. Ведь то, что они делают, это, на самом деле, театральная постановка, в которой они играют одновременно роль режиссера и одновременно роль спасителя. Но если посмотреть правде в глаза, реально-то они ничего не делают. В нашей реальной, бытовой, постоянной жизни мы вообще с ними никак не связываемся. И то, что они якобы сейчас спасают мир от энергетической проблемы, если мы выключим телевизор, мы это не заметим. Мы не заметим проблему, и мы не заметим, как они ее решают. Поэтому все, что происходит на том уровне, скорее всего, имеет корни в виртуальных проблемах, в виртуальном их решении. Поэтому, когда я вижу ярое обсуждение со словами «Страсс», вот еще какой-то там человек Джонсон, и все спорят, как вот было бы, если бы, и если бы вот так бы повернулось бы, и что Трасс лучше Джонсона, а Джонсу лучше Суника или еще кого-то, и все это в ярости обсуждений, то такие люди вызывают у меня усмешку. Субтитры сделал DimaTorzok